Поднимать стоимость продукта в связи с ростом доллара нельзя, ведь основная часть товаров нашего местного производства, а значит, его стоимость отношения к доллару не имеет, уверен в Акимате. Штаб по сдерживанию цен на продукты питания возглавил заместитель Акима области Сапарбек Туякбаев. В ходе экстренного совещания он сообщил, что социально-предпринимательская корпорация «Шимкент» из стаб-фонда выделяет 3000 тонн муки по 50 тенге за килограмм, а это значит, цены на социальный хлеб не будут превышать 35 тенге. Если хоть на одной торговой точке будут взвинчены цены, будем применять меры в отношении предпринимателя. Мы готовы пойти даже на закрытие рынков. Сейчас в стабилизационном фонде области 300 тонн картофеля, 100 тонн лука, 300 тонн сахара и 3000 тонн муки. Все эти продукты продаются в социальных рядах и точках. Не стоит бизнесменам планировать и повышение цены на бензин, предостерег председатель штаба по сдерживанию цен на ГСМ заместитель Акима Южно-Казахстанской области Берий Коспанов. Сейчас сотрудникам управления предпринимательства предстоит выяснить, насколько велики бензиновые запасы области. На любое повышение цен на ГСМ и если даже АЗС прекратят торговлю при наличии бензина, реакция будет вплоть до отзыва лицензии. Не надо играть. Глава объединения автозаправщиков заявил, автозаправщики люди сознательны и всегда готовы поддержать страну. Самые трудные для страны периоды мы поддержим сограждан, мы не позволим повышать стоимость ГСМ. Мы не гонимся за прибылью, у нас все хорошо. Штаб по сдерживанию цен на лекарства возглавил Ервол Садыр. Он попросил владельцев фармкомпании не создавать ажиотаж и реализовать продукцию со складов по прежним ценам и пригрозил, тот, кто надумает продавать лекарства по завышенной цене, лишится лицензии. Представители фармкомпании пообещали не повышать цены на более чем 200 наименований препаратов, которые пользуются ежедневным спросом. В пресс-службе областного Акимата сообщили, что сотрудники департамента антимонопольного комитета совместно с представителями Акимата Южно-Казахстанской области уже проводят выездные проверки по всем аптекам. Акимата Южно-Казахстанской области